Доступные и качественные медицинские услуги возможны только при хорошем кадровом и материальном обеспечении. Как достичь баланса, обсудила коллегия Минздрава Республики. В ее работе принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В Чувашии продолжают вводить в эксплуатацию передвижные консультативные поликлиники и фельдшерские акушерские пункты. 26 сейчас проходят процедуру приемки. При этом цены у подрядчиков настолько варьируются, что вызывают естественные сомнения как в Минздраве, так и в правительстве республики. По ценам, то, что я посмотрел, по итогам торгов, проведенным по 20, тоже имеется разброс. Где-то там за 2 миллиона 600 строим, где-то строим за 2 миллиона 200. Это тоже не должно быть. До недавнего времени вызывала нарекания ситуация с доступностью скоростного интернета медицинским учреждениям. Но ситуация уже меняется к лучшему. Серьезной проблемой по-прежнему остается недоукомплектованность штатов кадрами. Приоритет отдается обеспечению кадрам первичного звена. Государство со своей стороны сделало все, ввело в аккредитации. Сегодня вчерашний суден, сегодняшний доктор имеет право прийти, стать первичным звеном. Дальше идет у нас плановая подготовка через ординатуру. Интернатура в этом году все завершилось. Но и по фельдшерским пунктам, если взять, 46 фельдшерских пунктов сегодня не обеспечены. Мы по Урнарскому району, где наиболее большие количества у нас нехватка, запускаем проект мобильный фельдшер. Мы должны в течение двух-трех лет полностью обеспечить кадрами все учреждения здравоохранения. Глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, опросы показывают, что уровень удовлетворенности качества медицинских услуг растет. Однако еще есть к чему стремиться. Со своей стороны правительство республики намерено по-прежнему всесторонне поддерживать отрасль. При втором уточнении бюджета мы еще дополнительно предусмотрели уже, я про их законы внес в Государственный совет, на 434 миллиона рублей. Ядерную медицину будем создавать. И на самом деле сейчас 154 миллиона рублей выделили. На это направление 107 миллионов рублей на приобретение лекарственных средств, 90 миллионов рублей на укрепление материально-технических баз и учреждения здравоохранения. Отставать нам нельзя. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика.